Сегодня на пресс-конференции столичные власти представили сразу две хорошие новости. Во-первых, концерн «Утилитас» в два раза увеличит отопление Таллина и части городов, использующих их услуги древесиной, что снизит потребление газа и сделает центральное отопление для квартирных товариществ дешевле. Согласно плану, через четыре года снизится до минимума отопления газом и произойдет почти полный переход на древесину, а это значит, что цена снизится на 20%. С 2018 года природный газ будут использовать только в пик зимней нагрузки. Мы начали строить ВАО-2, это значит, что новая котельная будет, и там отопление есть, пиоотопление. Это значит вот так, что если теперь 70% есть сырье газ, тогда будет сырье пиоотопление, пиоотопление. И это значит вот так, что каждый год цена снизится 7-8%. И это зависит от сырье, и это зависит от этого, чтобы мы реконструируем еще котельное мустаме. Кроме снижения в ближайшем будущем счетов за коммунальные услуги, еще одной хорошей новостью на сегодняшней пресс-конференции стало повышение заработных плат работников культуры. А это значит, что в начале февраля работники четырех учреждений культуры уже смогут увидеть разницу. Уже с января месяца будут повышены зарплаты до 5% в четырех городских учреждениях культуры. Это Таллинский городской музей со всеми филиалами, это Таллинская городская библиотека также со всеми филиалами, а также городской театр и Центр русской культуры. И на прошедших переговорах с представителями профсоюза работников культуры мы оговорили суммы, проценты и пришли к единому видению относительно того, как в этом году будет выглядеть повышение зарплаты для работников культуры. Вице-мэр Михаил Килвар также отметил, что такого рода повышение заработных плат работникам культуры не просто необходимость, а хорошо обдуманный шаг. Ведь действительно все те, кто работает в этой сфере, высококлассные специалисты с высшим образованием. Но, увы, уровень их зарплат не всегда этому соответствует. До снижения счетов за отопление, обещанное вице-мэром Арло Сарапу, также можно назвать долгожданной хорошей новостью. Тем более на фоне постоянно растущих цен. И все это подкреплено делами. Первые работы по ремонту и постройке котельных нового образца уже начались. Что же до зарплат, то, несмотря на то, что горсобрание утвердило решение только сегодня, повышение формально произойдет с задним числом с января. Продолжение следует...